В Худкопа улицах Минска поедут новые трамваи. Тест-драйв Мятелицы будет должиться три месяца. Комфорт инновационной модели предприемства «Штадлер Минск» оценят пассажиры. Контроль микроклимата, светлодиодное осветление, система навигации. Рейковый транспорт, пристосованный для перевозки маломобильных людей. Довжиня трамвая у 27 метров, дозволяя изместить больше за 250 пассажиров. А водители зараз проходят переподрыхтолку. Здесь я уже вижу, что у меня тележки заторможенные. Вот двери, да, они тоже. Вот открыта дверь. Красненьким горит, дверь открытая. Когда она закроет, она погаснет. Вот это. Это уже тоже удобно для водителя. Хорошо. Здесь кондиционер в кабине есть, да, и в салоне тоже кондиционер. Ясшедная особливость. У трамвая две кабины, як у техникового метро. Водителям не требует заезжать в разворотное кольцо до статкового перасисти. Он обладает рядом преимуществ, плюсов. Это и экономия электроэнергии, и большая провозимость. То есть основной плюс трамвайного движения – это большой пассажиропоток провозить. Выходя с метро электрички метро, то есть должен же этот же количество людей вмещаться в трамвай. То есть по этому принципу идет вся Европа. На всех входных дверях расположены кнопки о требовании остановки. То есть это такая функция, которая позволяет при подъезде к трамвайному вагону к остановке не открывать все двери, а открывать только ту дверь по требованию пассажира, которая необходима. И тем самым минимизируются потери, например, холода в пассажирском салоне в теплое время, ну и, соответственно, тепла в зимнее время. Метелица поедет по самым протяглым маршруте. После обкатки 23 белорусские трамваи отправятся у Петербург.